Когда КВН закрыли, сразу появилась идея открыть КВН. Встал вопрос, кто будет вести новый КВН? Геннадий Малахов. И вот опять я сижу, как бы сказать, не у телефона, сижу у этого компьютера, а хочу угоревать имушки, поиграть да на гармошке. Кстати, 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 сразу же я вам выскажу. Сегодня я ждал звонка. Пришло письмо там, просит со мной связаться. Ну, думаю, ладно, свяжусь, свяжусь с этим, написал, что свяжусь и это. Написал, то есть всё там, позавтракал и буквально такие. Звонок, звонок в WhatsApp видео. А, это же WhatsApp видео? WhatsApp видео было? Видите, WhatsApp видео было. Ну, потом, ага, это видео было, но я потом перезвонил. Короче, WhatsApp видео я был в туалете, пропустил, а потом думаю, ну, наверное, это тот человек, которому я звоню и перезвонил. Думаю, это он спрашиваю, так всё. А тут такое впечатление, как это совсем, ну, грубо говоря, мошенник. А он так, а что, а чё, а как этот самый, что, что, чё, это самое. Ну, я думаю, раз не вы, хотел трубку положить, но как-то, как-то вроде как неудобно обрывать разговор, так, мол, пошёл ты туда-сюда, вот. А он говорит, ну, представьтесь, кто вы такой? Я говорю, Малахов Геннадий Петрович. Ну, а вы там Маркелов такой-сякой. И вот, вот этот самый, как бы сказать, представьтесь, ну, и всё, а, якобы исчерпано. А зачем он звонил? Я говорю, зачем вы звонили? А он, ничего не это, то есть, какой-то прощупал. И вышло так, что он знает теперь мой номер телефона, он знает, что это Малахов Геннадий Петрович. Как бы сказать, дальнейшее его действие. Номер его, не знаю, увидите вы, не увидите. Вот этот вот номер с WhatsApp. Если такие, среди вас знатоки есть, посмотрите, кто это такой. Представься, как Маркелов, я уже забыл, как там его. Это, ну, некто Маркелов. Некто Маркелов. Ну, это, так сказать, вступление вот такое вот, знаете. Поймали все номера, которые ко мне приходят. Я обычно блокирую. Если кто-то что-то, значит, может написать смс-ку, а потом уже там, грубо говоря, спросить. Вообще-то я не склонен общаться по телефону, давать какие-то там консультации и так далее, и так далее. Но так выходит, что начинается с малого, и потом тебя втягивают в большое. Что я могу, то я сделаю здесь, на канале. Ну, вот, 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 вот. Так, ладно. Комментарии и упоминания. Что меня тут заинтересовало в ваших комментариях, упоминаниях? Сейчас 11.21. Дух проходит, человеческий опыт. Как интересно сказано. Это сказано тут до меня. Значит, читали книги, как увлекательный роман. Все запоминало. Помогли мне больше 30 лет. Спасибо вам большое. Хорошо. Как давно не видели Петровича, пожалуйста. Ну, вот она, приятная встреча, да? И вот, наконец-таки, что тут я говорю? Геннадий Петрович, почему не читали Надежду Семенову? Я как-то уже говорил, что мы с ней буквально-таки начали. Вот начали. Она чуть раньше, буквально-таки, на полгода, месяцем на 9 раньше начала. И потом встречались, общались. Был я в клубе Надежда, который она создала. Она же специалист по паразитологии. Ну, как специалист по паразитологии? Она что, закончила там какие-то, ну, знаете, вот есть там, допустим, курсы и так далее. Человек просто-напросто взял и сам себя образовал. Я же вам могу-могу свою книгу в ответ «Жизнь без паразита». Но к чему это? К чему это ведется? Я, знаете, не считаю себя специалистом по паразитологии, еще почему-то, еще почему-то, так сказать. Это, будем говорить, больше хобби, хобби, которое как-то переросло невольно, потому что не нашлось других людей с такой вот головой, как у меня, чтобы вот это вот доносили вам. И выбор пал на меня. Ну, давай тогда, Петрович, давай. Мы тебя поддержим оттуда, и пошло-пошло-поехало. Пропихнули на телевидении и так далее. Думаете, это все вот так как-то просто. Ты взял, пошел, надумал. Как раз все не так просто. Ох, далеко как не просто. Пожалуйста, я этот курс, ну, грубо говоря, то, что меня интересовало, прошу. Так, специалист, пожалуйста, так к чему же? К чему же это? А, это же на аллергия, теория и практика. Проинтересуйтесь же. Так я давным-давно поинтересовался, написал для себя книгу. Хотя бы три книги ее прочтите. И не просто прочитал три книги, а намного больше. Так, ну как же так? Что так? Сколько знаний и мимо вас? Ну как мимо, ну как мимо меня, е-мое. Вот я же вам, как-то я вообще удивляюсь вот таким вот письмом. Я же вам не только теорию и практику эту самую, теорию рассказал, что вот как я думаю. Я вам продемонстрировал на практических примерах, что люди делали, что получили. Сухо знаний мимо вас. Какие знания? Аллергия бывает у младенцев. Блывает у младенцев. Кишечник у них еще не засолен. А не обязательно, чтобы, знаете, кишечник был засолен. А, и тут паразиты. Семенова считает, что они являются главной причиной. Семенова считает, что они являются главной причиной. Значит, у младенцев кишечник еще не засолен. Но зато за счет неправильного вскармливания у них вместо нормальной микрофлоры образуется, как говорят, патогенная, болезнетворная микрофлора, которая начинает, будем говорить, вот эти все свои токсины, все эти вещи выделять в кровь и пошла отсюда, отсюда пошла аллергия. Причина неправильного питания, которая, которая, с одной стороны, смотрите, что делает, разводит не ту микрофлору, которая нужна, а второе, это то, что вообще питание, несвойственное человеку, даже без микрофлоры, является для него своеобразным ядом, отравой, которая вызывает аллергическую реакцию. То есть организм пытается это все вывести наружу. Это что касается младенцев. Вот им пихают туда, внутрь, а желудочно-кишечный тракт еще не готов все это переварить и усвоить. И он начинает по-всякому из себя выделять. Вот это аллергическая реакция, без всяких даже паразитов. А туда дальше, это вот если младенец еще, а туда дальше все быстренько заселяется этими паразитами. Как только у него начинается вот это в животе газообразование и прочее, 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 ненормальный стол какой-нибудь вонючий. И все пошло-поехало. Вот оно, без всяких даже там глистов или еще что-нибудь-то такого. Аллергия возникает в результате шизогонии. Ну это шизогония, что там это самое, это такой термин шизогония, что это-то там такое. Для себя немножечко уясню я. Шизогония, шизо, разделяю, расщепляю, и гония это форма бесполого размножения, когда материнская клетка распадается на большое количество более-менее одинаковых дочерных клеток, малярийный плазмодий. Паразит, да? Организм становится многоядерным и распадается на множество, соответственно, количества ядер, одноклеточных клеток, мерозоидов. Но шизогонии, что еще, тело исходной клетки делится на несколько частей, каждая из которых становится новой клеткой, одноклеточные, одноклеточки, жгутиковые, споровики и прочая-прочая мерзость. И прочая-прочая мерзость. Шизогония. Вот знаете, вот так вот сказать шизогония. И вот эту вот шизогонию надо перевести на нормальный язык. О чем я вам и говорил. Размножается неправильная микрофлора, которая своими выделениями отравляет наш организм. И в результате, пожалуйста, у нас и сил нету, и аллергические реакции, и так далее. А тут вот этот шизогония. Так, юзер, фм7, ку-т-5, ст-5, о. Я вот вам скажу. Правильно, выражайтесь естественным языком, понятным, без вот этой вот шизогонии, шизофрении. Без обиды я к вам обращаюсь. А то все вот это, что якобы там кто-то знает и так далее знает, я не возражаю, что все знать невозможно, но в то же время, в то же время, вы как-то, знаете, анализируете, что вам было сказано. Про микрофлору было сказано, а вы тут шизогонию какую-то там это самое даете. То есть вы не поняли, о чем я говорю простым языком, и пробуйте это все каким-то вот таким вот выдать. Значит, аллергия возникает в результате деления вот этих клеток, паразитов, вы знаете, как они делятся, как эти самые, как пожар просто-напросто. Не то, что одна клетка разделилась на две, там они там делятся во все. Так вот, а теперь дальше пойдем. От лекарств бывает аллергия? Бывает аллергия. От запоров бывает аллергия? Бывает аллергия. И больше, больше, и тут получается даже не так больше от запоров. Как все это связано, как только возникает запор, так там же начинается развитие и болезнетворной этой микрофлоры. Все это в симбиозе начинает действовать. Какое-то вот одно что-то тут скажут, и это все. Так, проходит эта болезнь, за три недели прохождение ее противопаразитарной программы на фоне очищения кишечника, раздельного питания. Ну, а что я вам говорю? Что вы, раздельно питаться? Надо еще раздельно питаться. Немножечко, хотя бы, соображайте, что питаться, естественно, из-за того, что вы безобразно питаетесь, получается вот такое. Чистка кишечника, говорить, говорил. Про чистку печени, говорил, говорил, да. Противопаразитарная программа, естественно, противопаразитарная программа, чтобы нормализовать это. Ну, все это было. И еще, знаете, вот, как бы сказать, от чего-то имени мы еще вам расскажем. А придут новые люди, скажут, они уже вообще забыли, почему и моих книг там нету, и Семенова особо книг нету. Все, это все, это мы придумали вот наши программы, вот наши курсы мы вам, вот это противопаразитарное, и пошло-поехало. Мани, 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 мани. Так, в конце чистка печени. Ну, 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 что, что, что я вам не рассказывал это? Оказывается, можно достичь эффекта и без голодания. Ну, можно и без голодания, а можно и с голоданием, смотря как вы тут будете голодать. А если вы еще поголодаете, неправильно выйдете, у вас будет еще хуже, чем до этого было. Ну, вот, вот что-то такое, знаете, вот. Вы моих книг не знаете тогда, будем так сказать, в которых, опять-таки, собрана вот эта общечеловеческая мудрость. И преподнесена, как вот уже я вам эту аллергию расписал, как я бы действовал, причины, следствия их устранения, и плюс примеры. И без голодания. Так, прочтите и сделайте свой анализ. А что я это сделал? Что я это сделал? Уверяю, это будет очень интересно. Так, как говорится, зачем мне это интересно? Мне надо практически, чтобы этого, допустим, у меня не было. И у кого аллергии этого не было. Очень интересно. И вот мы все, это вот вообще там интересная вещь. И все мы что-то читаем, что-то изучаем, для того, чтобы нам интересно было. Мне не интересует интерес. Меня интересует один интерес. Чтобы я был здоровый, и чтобы я был довольный жизнью. Вот, вот мой интерес. Здоровье, довольство жизнью и возможность поиграть на гармошке, у Тимошки. Так, пишу, пишу об этом уже который раз, а вот и ныне там. Не знаю, что вы пишете, что вы смотрите, что вы читаете, когда я это все рассказываю, и «Жизнь без паразитов» книжка есть, и «Противопаразитарка» есть, и столько видео по поводу противопаразитарки, и столько этих самых видосов по диагностике паразитов. Мимо, мимо, мимо. Я не знаю, куда вы смотрите мимо, мимо. Люди лечатся годами. Ну, это люди годами. Это уже их не дело, а годами. Если, опять-таки, не понимать причины следствия, да можно всю жизнь лечиться и долечиться. Никто меня не слышит. Никто меня не слышит, никто меня не знает, никто меня не видит и так далее. То же самое я вам рассказываю, рассказываю. Никому здесь это не интересно. Возможно. И это же могу я сказать о своих книгах, о своём видео, о своём вот этом времени, которое я тут трачу. Ну, нельзя же зацикливаться на чём-то одном и вариться в нём. Лично я не зацикливаюсь над нём. Ещё раз говорю, я хочу играть на свадьбе у Тимошки на гармошке, сочинять там музоны и прочее, прочее, знаете. А я вынужден вот в этом вот копаться. А где развитие? Вот не знаю, где, у кого как развитие. У меня, ну, потихонечку идёт развитие. Помимо ваших книг, необходимо читать и другие. Да не возражаю я, другие. Но мы сейчас разбираем аллергию. И что касается аллергии, пожалуйста, если, ну, вы считаете, допустим, да, там Семёнова, там ещё кого-то, ещё там кого-то, ещё там кого-то, да почитайте. Если этого вам мало, вы считаете, или она не помогает, тогда ищите сами. У вас же голова. Для чего должно? Так. Один человек не может всё знать, согласен. Если соединить, то есть хотя бы двух светочек, представляете, на какой уровень можно выйти. Тут я, вот, опять-таки, я не знаю. Я, конечно, за то, чтобы люди развивались, будем говорить, как-то получали знания, которые им помогут по жизни. Если бы по аллергии ничего не было бы, или оно было бы неэффективно, как я привёл пример, ну, тогда да, допустим, Семёнова такое согласен. Семёнова тоже, похоже, с вашими книгами особо не знакома. Да нет, она знакома с моими книгами. В своё время она там отзывалась, я помню, люди рассказывали, как это всё отзывалось. Вот, вот так, тогда. Очень хорошо, да, действует в одиночку. Разве это разумно? Ещё разок, вот именно вы не поняли, что я рассказал в аллергии. У вас какая-то своя образовалась в уме конструкция, и вы вот это вот, вот это вот, вот это вот. А в книге о паразитах, кстати, книга о паразитах, ну-ка давайте-ка посмотрим, чтобы вам было это самое интересное, вот, вот, кругозор и прочее, прочее. Давайте сейчас мы забабахаем. Я хочу сказать, не просто там, а Семёновой там я это, как бы сказать. Ну, грубо говоря, вот есть информация о человеке. Вот кто-то изучил, грубо говоря, что-то, и сказал, а, это от Семёновой. Кто-то изучил, а, это от Малахова. Кто-то изучил это там от Свищева. Кто-то изучил, а это ещё там от кого-то. Но организм-то один, организм один. И вот я вам читаю о защитных силах организма. Не просто там как-то, знаете, чего-то там паразиты. Тема первая, о защитных силах организма. Тема вторая, что надо знать о паразитах. Наиболее значимые для человека паразиты – вирусы, микробы, простейшие слезовики, грибки и бактерии, паразитические червы, паразитические ракообразные моллюски, паразитические насекомые. Глава вторая, диагностика паразитов. Я думаю, тут, там есть то, что они вызывают, естественно, аллергические реакции, которые воспринимаются по-разному. То есть, одно дело, бурчание в животе, другое дело, сыпь на коже, третье, там, из носа потекло, четвёртое, там, голова болит и так далее. Тема третья, что влияет на паразитов. Глава информация о фитонцидах, что на них влияет. Оказывается, на них влияют растительные вещества, которые называются фитонцидами. Они находятся в растениях. То есть, что из всего этого лучше действует? Глава вторая, антипаразитарные и противоглистные травы. Травы, а тут что? Она же специалист по паразитологию. Хотя бы три книги прочитайте. Сколько знаний мимо вас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Аллергия бывает у младенцев, кишечник у них не засорён. Да не в кишечнике дело, а в дело вскармливания. И что потом в кишечнике образуется, грубо говоря. Паразитология является главной причиной, значит, паразиты. Шизагонии. За три недели её, её, противопорезентальной программе, её, понимаете. Вот каждый норовит, вот это моё, это моё, это моё, это моё, это моё. И за это всё. Мани, 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 мани. Мы не люди, а кармани. А карман нам, как известно, денежки нужны. О, и всё. Ах, ёма ты, ёс. Ну, когда уже, уже как-то голова работает. Ну, горькие тоники и противовоспалительные травы, стимулирующие и способствующие пищеварению травы, питающие травы, улучшающие обмен веществ травы, помимо этих антипаразитарных, да. Глава третья. О способах приготовления и использования противопаразитальных трав. Метод у Семёновой, понимаете. У неё программа! Сказал бы я насчёт этой программы. Да как-нибудь и скажу. Глава четвёртая. Что ещё можно использовать от паразитов? Питание противопаразитов, очищение организма, воздействие условий внешней среды, ядовитые вещества, использование ионов серебра и меди, качество воздуха, дополнительное разъяснение. И, наконец-таки, и, наконец-таки, тема четвёртая. Практика изгнания паразитов. А вы что тут один человек не может знать, помимо ваших книг, что-то прошло мимо, соединить усилия, объединить и так далее. Итак, глава первая. Методики изгнания. И пошло. Методика очищения от паразитов Семёновой. Противопаразитарного лечения предложено Абрамовской. Методика противопаразитарного лечения Гилды Кларк. Очищение от паразитов с помощью трочатки. Русский вариант трочатки. Очищение с помощью полыни по Афанасию. Очищение листов с помощью коньячьей и касторной смеси. Лечение детей от гельминтов. Очищение печени от паразитов. Глава вторая. Голодание против паразитов. Голодание можно и без голодания. Да можно и без голодания. Но именно голодание создаёт такие условия, которые даже противопаразитарные травы не создают. Но это надо поголодать. Ого-го-го-го. Кстати, сейчас я покажу, когда я голодал 40 суток, что с меня выходило. Глава третья. Наиболее вредные паразиты для человека. Токсоплазмы. Трихомонады. Трихомонадная теория рака свищевая Тамара Яковлевна. Хламидии. Грибки дрожжевые и грибковые заболевания. Лямбли. Аскоридоз. Энтеробиоз. Фацелисоз. Фасциолупсидоз. И ещё, грубо говоря, там куча. Это то, что вот на слуху. Далее. И паразиты тонкоматериальная порча вампиризм. Ну что? Что? Пользователь, что вы тут хотите мне вот это самое? Вот этот же пользователь пишет, на что я вот это всё про Семёнову рассказал, что там и так далее. А Малахов, как обычно, ну вот да, подняла такой серьёзный вопрос, а ответили, как отмахнулись. Но вопрос же в другом. Причём тут мы. Мы-то уже давно протравили, почему книги не прочитать и анализ не провести здесь, на канале. Это же знание напрямую связано с изучением вами темы и проходит мимо вас. Сейчас я посмотрю, какого-то года книга. Получили информацию, опыт, изложили в книгах, а дальше стоят на месте. Вот вам и самообразование. А я-то вот самообразовался, насчёт вас, я не знаю. И сейчас мы будем это всё дело заканчивать, всё дело заканчивать. Так, в каком году эта книжка была написана? Это было написано в 2001 году, вот. И она даже вышла, эта книжка, «Жизнь без паразитов». И знаете, уже прошло сколько? 23 года. Я не хочу сказать, что подзабылось. В памяти всё это, знаете, хранится, как бы сказать, в нужных файлах, в нужных ячейках. И при случае это сразу же выходит, о чём я вам и объяснил в аллергии. Но если вы вот так вот поняли, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Семёнову не знаем, других не знаем, других не знаем. Конечно, я не хочу сказать, что я там всё вот тут это самое прошёл. Но пройдено для обыкновенного человека, пройдено действительно очень много. Пройдено, изучено, изложено. Причём давным-давно. Знаете, вот мне не хочется, как бы сказать, вступать в какие-то там, перепираться с вами, ещё там, знаете, там, ну типа там это самое, скандалить, ругаться там, и прочее, прочее. Ну вот опять этот же пользователь пишет, что, мол, догуляйте на здоровье, угуревайте, мошки. Только другим зачем это советовать? Зачем вредить им? Видите, оказывается, зачем вредить им? Оказывается, видите, как Серджо сказал, Ёмхамовный бабай! Да ты с помощью этой самой, изодинамической гимнастики, оказывается, будем говорить, исцелился, не применяя ничего своего. И вот пишется, зачем вредить другим? Вы же так погуляли однажды. Ну, думаю, погуляли однажды, да? К чему это привело? Привело к тому, что я познал разные стороны жизни и выполнил, выполнил нужные для себя вещи. Жизнь – это такая штука, где мы решаем те или иные жизненные свои там программы, благодаря им растем и так далее. То, что надо сделать, можно даже так сказать, как говорится, то, что предназначено судьбой сделать, помимо оздоровления, вас спасла изодинамическая гимнастика. А что их спасет тогда? Надеяться им на что? Видите, опять-таки, это вот тот же Серджио Матвиенко, который говорит, вот изодинамическая гимнастика. А то, что я вам сказал, 375 занятий было сделано, а это что-то ничего не берется, ничего не говорится, ничего не разъясняется. Сколько людей покупало гантели и хотело накачаться? Как говорится, где они? Сколько еще что там сделало? Да сколько это, допустим, изодинамической гимнастикой занималось? Сколько гравитационной этой гимнастикой занималось? И чего они получили? Будто вот я поставил этот тренажер, еще разок, я как-то это самое, перед обедом немножечко так разошелся. Поставил этот тренажер, и все. Или я вот эти вот камерами обложился, и видео само собой снимается. Или я узнал, допустим, ну, грубо говоря, о голоде, о голоде. Ну, и все, голо, значит, ты входишь, значит, там, грубо говоря, там через примерно 10-2 недели ацинотический кризис у тебя первый, потом, допустим, еще там через 2 недельки, там, может быть, второй какой-нибудь там кризис, вот, ну, потом где-то еще там сколько-то времени прошло, должен язык там очиститься, есть захотеться, и выходи, и выходи там, пей водичку, пей сок или еще что-то, да и нормально, и, о, будешь супер-дупер здоровый. У вас спасла, спасла светлая голова, сколько раз я вам говорю. Кстати, я это самое, знаете, вот, уже я вам говорил, что вот, как-то не понравится даже малейшее мне, вот этот комментарий, я буду просто-напросто забанивать и все этих людей. Сколько им не говори, сколько не растолковывай, вот, вы не знаете, там, Семенова, вы не знаете противопаразитарку, вы не знаете, ни хрена ничего не знаете, там, выходит по их нему, и спасла вас из-за динамической гимнастики. Да из всего многообразия, из всего многообразия. Постарайтесь выбрать то, что вам поможет, вам поможет. Постарайтесь разобраться в этом методе и применить его к себе, чтобы он у вас погуляли, разгуляли и все. Так, в следующий раз, изменено, 45 минут назад мне не изменено, пользователь user-fm7qt5st5.0 я вас заблокирую. И прежде чем что-то написать мне, сначала узнайте, действительно я в этом вопросе, будем говорить, что-то там это, не изучал, не понял для себя. А не просто, если вы не знаете, это не значит, что я не знаю. Еще разок, я не хочу сказать, что я все-знайка. но в данном случае, получается так, вы не зная, что-то тут, как... да вы может хитро действуете, знаете, вот такая у меня тогда мысль возникла, что курс это у Семеновой, там, видео, это профилактор, или где она там, а это все за деньги делается. Может, вы хотите туда направить. Видите, какая моя мысль заработала. Вот примерно, как у вас, что-то, вот как вы думаете, то-то, это там, что-то, это самое. Кому, на что надеяться? Надеяться на голову, понимаете? На голову надо свою надеяться. А для того, чтобы голова у вас заработала, значит, необходимо, опять-таки, вот, хочу сказать, вот моя методика, вот моя методика, вот эта методика, вот эта методика, вот эта методика, вот эти методики, и моя лучшая, а тех всех ерунда, и так далее. Существует одна методика, это знание, устройства и работы своего организма. Если вы ее знаете, все остальное придет само собою. Как применять в этом случае, как применять что-то в том случае, а не просто, я буду вот эту методику применять, она, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, она изодинамическая, она там гравитационная, она или еще что-то там. И угури в эти мошки, никак я не погуляю. Что такое дело, Малаков, чтобы победить? Он натирался медом, обливался рыбим жиром, ел подорожных, надирался хреном,